Всем привет-привет и добро пожаловать в игрушку Sims 4, друзья мои, я думаю, что вы сразу узнали. И когда мы с вами создавали вот этих двух прекрасных персонажей, многие ребята попросили, мол, давай поиграем за них в нашем домике ужаса. Правда, тут виден его только кусочек. И я подумала, почему бы нам с вами не попробовать, тем более это у нас два таких брата, ну да, я их братьями сделала, братья-убийцы. И может стоит попробовать какую-нибудь интересную сюжетную линию вместе с ними развить. Тем более, что у нас с вами много проектов, и очень бы хотелось вот в этом ролике, у нас он получается пилотный. Если вы хотите, чтобы мы с вами поиграли за этих двоих, какую-нибудь свою сюжетку с ними начали, то обязательно напишите в комментариях, поставьте лайк этому ролику, чтобы я могла в принципе понять, хотите вы продолжение их истории или наоборот не хотите, и мы вообще закроем их тему и даже не будем открывать. В общем, ребятушки, дерзайте, а мы начинаем. Значит так, как вы помните, мы с вами на Хэллоуин создали этих двух товарищей, и я создала вот такой вот домик, страшный, ужасный дом ужасов, в котором, в принципе, много чего интересного построено. Я даже уже подзабыла, как он там выглядит. Ага, он у нас получается двухэтажный, и плюс, ну это у нас такой, скажем так, скрытый этаж, на который нет подъема. Так, ну я думаю, что в принципе они у нас, наверное, будут спать в разных местах, хотя могут, конечно, и в одной кровати, учитывая, что это два брата у нас. Так, и я думаю, что нам сейчас с вами вообще надо понять, что есть, кто, ху из ху из них. Фредди Крюгер. Фредди, ты, наверное, у нас сейчас, кстати, надо вообще посмотреть, что у нас работает, что нет. Зажги, пожалуйста, камин. А ты давай, красавец мой, вырежи тыквенную голову. Косоглазая. Давай косоглазую тыкву вырежем. Вот давай, ты занимайся у нас косоглазыми тыквами, а Фредди у нас займется костром. Хотя я боюсь, что мы тут ничего не подожгли. Надеюсь, у нас ничего тут не сгорит. О, Фредди же доволен. Джейс у нас тут занимается изготавливает тыквочки различные, а Фредди у нас сожг костер и, в принципе, о, смотрите, наши черепные еще ходят. Да, я записываю ролик, когда у нас еще День мертвых идет испытание. Решила попробовать заранее его записать, потому что, ну, вы сами знаете, люблю заранее писать те или иные проекты. Так, ребятки, у нас еще подвал, точно. У нас есть еще такой жуткий подвал, в котором стоит котел. Давайте включим, посмотрим, как это выглядит вообще. У-у-у-у, жуть какая. Так, что у нас тут, сервант? Понятно. Включить туман? О, смотрите, как интересно. Давайте включим туман, пусть у нас здесь все будет. Выбрать цвет и интенсивность. Это комната. Давайте сделаем ее зловеще красной, может? Давайте красной, да. У-у, смотрите, какой тут у нас ужасающий подвальчик. Слушайте, а что у нас тут есть? А что есть в этом... А-а-а, в сундуке у нас нет ничего. Ну, ладно, ничего так ничего. Так, что у нас, кто у нас будет делать? Знаете, мне бы хоть хотелось сделать Фредди у нас таким вот злобным товарищем. Тем более, что он у нас кого-то, детей любил жечь. И мне кажется, что нам нужно с вами... Ты кто? Ты что, опять Кенди ходит? Так, а ну, подождите, ну мы же ей прическу-то меняли. Кенди Бэр, участница Дня Мертвых. Хорошо. Но Кенди нас не особо интересует. Мне кажется, что нам нужно устроить какие-нибудь тут всякие пакости. Давайте посмотрим, какая у нас величина участка. А-а-а, величина у нас не такая уж и большая. Хотя, в принципе, если нам здесь что-то нужно построить, давайте парочку деревьев туда отнесем. Перенесем, в принципе, что-нибудь вот здесь поставим. То у нас как-то здесь на входе. И я думаю, что мы сейчас здесь сделаем место, где Фредди будет всякие гадости делать. Так вот, давайте здесь сделаем, типа, такой вот кладовой комната. Причем давайте сделаем ее какой-нибудь необычной в форме буквы Г. Так, нет, давай развернем. Давайте вот, допустим... Э, тихо-тихо-тихо. Разворачивай, пожалуйста. Да, давайте вот такое сделаем. Пусть все будут думать, что это у нас действительно какая-нибудь кладовая. Где у нас эти товарищи хранят какой-нибудь став, необходимый для того, чтобы подстригать газон. Но мы с вами знаем, что у нас такого здесь быть не может. Поэтому я думаю, что мы сейчас ее покрасим. Причем в тот же цвет. Так. Берем, красим. Но, когда я говорю красим, значит красим. Покрасили внутри, снаружи. И возьмем, давайте, такой же низ сделаем, как здесь. Оп, отлично. Теперь осталось только те самые. Кстати. Можно добавить здесь... А, что это у нас? А-а-а. Их как-то будут выглядеть. Ага. Это что у нас вообще такое? Арка. Антривольт. Бюджетный антривольт. Ага. Нет, нам такая штукенция пока не нужна. Нам нужно с вами... Давайте парочку... Поставим этих самых. Колонн. Колонны. Вот по бокам тут пусть колонны стоят. И мы, кстати, можем вот это наше место, вот это, окружить немножко деревьями. Деревьями, всякими кустами. Вот смотрите, у нас тут куча всяких кустарников. Так. И нам нужен наш любимый код. Кому он интересен, можете посмотреть вверху экрана. Вверху, в левом углу. Мы включили возможность сейчас размещать предметы, где мы захотим на нашем участке. Так, вот давайте вот так сделаем. Потом бы нам еще какие-то вот такие небольшие поставим, какие-нибудь деревья. Типа вот... Типа все такое заросшее, никто здесь не ходит толком. И я думаю, что мы с вами, наверное, еще один такой вот кустик возьмем. Смотрите. О! Вроде все заросшее, никто ничего не видит. Пусть все думают, что у нас действительно... Так, наверх. И нам нужна крыша. Крыша, 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 крыша. Крышу. Какую бы нам с вами крышу сделать? Давайте-ка, наверное, вот эту обычную поместим. Только она какая-то очень широкая. Мне надо поуже. Давай вот так. Вот так размещаем. Причем покороче ее сделаем. И ей на противоположную вот так разместим. Оп. Хотя нет, нормально вроде. Покороче. Хотя нет, вот как раз такая длина меня устраивает. Давайте сделаем вот так, добавим. Вот. Типа, знаете, ну как бывают эти домики такие строят, где действительно хранят всякие вещи. Типа там газонокосилок. Правда, у нас тут, конечно, газонокосилок нет. Но, допустим, какие-нибудь там виллы садовые или еще что-то. А мы их, кстати, здесь и разместим. Так. Нам нужно... С вами что? Нам нужно над кровлей поработать. Нет. У нас, наверное, потоньше. Да, такое используется. И черного цвета. Оп. Оп. Смотрите. Хо. Готово. Причем можно тут, в принципе, добавить еще какой-нибудь декоративного плана элемент. Во, смотрите. Нет. Ну это, конечно, здесь не вяжется. Что-то у нас есть старинное такое? В принципе, можем вот эту штукенцию разместить. Типа, знаете, как положение ветра. Хотя здесь низковато для этого. Окей, ребятухи. Так, давайте добавим старую стенку. Старую стенку. Старый этот самый. Вход же должен быть. Так. Кстати, вот так можно сделать. Оп. Тогда нам придется здесь убрать наш кустик. И мы давайте с вами добавим забор. Точнее, сначала мы с вами добавляем, получается, перегородки. Оп. Готово. О, вот видите, такой вот типа незамысловатый вход. И здесь мы с вами добавим, это двойная дверь, получается. О, нет, блин, тоже двойная. Да что ж такое? А ты у нас не черная, случайно? Не, нам нужно что-нибудь, как видите, у нас все здесь темное. Давайте вот классическую какую-то надо черную. Вот, давайте вот такая типа черная дверь. Теперь понижаемся. Опускаемся. Еще ниже опускаем. О, куда мы опустились, не туда. Надо понизить все. И знаете, что я хочу сделать? Я здесь размещу. Сейчас вы поймете. Во-первых, я хочу, раз у нас здесь будут всякие пакости, которые мы будем делать людям. И особенно будет, учитывая у нас Фредди, что он должен убивать и сжечь всех. Давайте здесь поставим камин. И, в принципе, организуем такую вот сжигательную точку, где мы можем всех сжигать. Так, побольше камин выбираем. Нет, это слишком дорогие. Они же у нас тоже несостоятельные люди. Каменный камин. Хотя давайте вот такой каминчик. Хотя нам нужно что-то постариннее. Ух, смотрите, какая у нас есть красота. Давайте вот такой вот классический. Встанешь? Нет, не туда. Вот так, становись. А для того, чтобы камин у нас зажегся, вы же знаете. Во-первых, нам бы здесь свет не помешал. Давайте возьмем какую-нибудь старую лампочку. Так. Что-нибудь... Должны же быть какие-то, по-моему, у меня были по доллару. О, вот такие какие-то кривенькие лампочки. И, конечно же, нам здесь нужно будет много ковров. Кстати, да, если кто не знает, как убивать симов, я помню, я этим промышляла. Только, цсс, никому не рассказывайте. Когда я была маленькая, еще играла в прошлых симов, я любила всякие смерти организовывать им. Ну, было немножко-то... Интересно же было, это же все-таки симы. В них-то можно немножко победокурить. И я помню, я наслаивала очень много ковров, чтобы повысить шанс того, что у нас тут все зажжется. Разные ковры. Тут можно какую-нибудь мебель поставить, например. О! Пугающие их этих креслица. Вот так. Потом вот тут одно креслица. Тут рядышком еще креслица. И давайте, конечно, раз у нас здесь должны хоть какие-то быть предметы обихода. Допустим, если тут... Это что такое? Почтовый ящик. Смотрите, какой симпатичный почтовый ящик. Почтовый ящик не от мира сего. Спасибо вам большое. Так, что у нас тут есть? Какие-нибудь виллы? Что-нибудь, что могло бы сделать вид? А, кстати, паутина. Давайте добавим немножко паутины. Супер. Скульптура. Ну, пусть будет. А, учтите сей факт, что Фредди же нас убивал, получается, в котельне. То есть мы здесь можем сделать, знаете, это такая даже полукотельня, полу... Так, ты входишь, получается... Ага, вот, смотрите, вот так можно разместить. Ты хоть не вылазишь здесь, не? А, вылазит, блин, не туда поставили. Давайте вот здесь тогда. Ага, вот так. Так, то есть это будет типа имитация нашей котельни. Во, кстати, смотрите, я нашла то, что нас интересовало. Угу. Давайте тогда немножко... О, вот так-то двинем креслице. Чтобы оно не входило, получается, в наши виллы. Так, отлично. Ну и здесь мы еще можем, допустим, добавить шланг. Вот здесь пусть повисит шланг. То есть типа здесь кто-то что-то делает. Но, кстати, 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 одежда... Давайте занавески тут еще старые поразместим. То есть это, знаете, такой еще больше повышающийся шанс предмет. Так, я бы переместила все-таки паутинку. Давайте вот сюда. А здесь повесим старинные. Тут у нас где-то были... О, смотрите, какие красивые. Но это у нас не то, что нам нужно. У нас здесь вот такие. Они что, переливаются? Мне кажется, что они разных цветов. Ладно. Так, по-моему, у нас должны были быть какие-то занавески ужаса. Ужасные занавески. Ау. Кроме вот этих есть какие-то? Да, вот. Конечно, давайте... Их разместим не как занавески, а как, допустим, просто тряпки. Как будто бы что у нас все завешено. Все. Я надеюсь, что этого всего нам хватит. И давайте найдем первую жертву для нашего Фредди. Так, Фредди. Фредди, Фредди, Фредди. Фредди, иди сюда. Давай познакомимся с соседями. И ты попробуешь какую-нибудь взять почту. Почту нам пока не нужно. Давайте посмотрим, кто будет нашей первой жертвой. Ты мне не нравишься. Смешно представить. Давай. Хоть ты и не особо старая, но нам нужно с вами проверить работу нашего... нашей камеры смерти. Так, как бы нам тебя заманить-то? Пойдемте залезем в нашу, получается, вот сюда. И может мы сможем все эти болтать здесь. О, давайте. Может она с нами пойдет. Ну, пойдешь со мной? Слушайте, идет. Оп. Смотрите, как мы сейчас с вами попробуем сделать. Так. Зажги. Интересно, получится у нас вообще? Погасить, греться. А слушайте, а угли тут нельзя покрутить? Ладно. Давайте выйдем и закроем просто дверь. Оп. Как мы раньше все... Я вот лично всегда такие гадости делала. Так. И теперь будем ждать, когда наша красавица тут сожжется. Правда, я не уверена. Иногда у меня бывали моменты, что эти NPC куда-то уходили. То есть, допустим, он есть и здесь, потом он берет и пропадает. Так, давайте еще парочку ковров добавим. Я знаю, мы очень жестокие, ребята. Мы очень с вами жестокие. Но это же Фредди. Я вот... Действительно, у нас всегда есть какие-то ванильные, все ситуации, но у нас каких-то таких вот убийц никогда не было. Так, Джейсон, ты что хочешь? Джейсон хочет кушать. Я надеюсь, что ты Фредди готовить не будешь. Так, приготовить. Ну, давай ты что-нибудь приготовишь. Макароны с сыром. Как вы думаете, будут ли они кушать? Подходит вегетарианцам. Сосиски с фасолью. Иди готовь. Так, что там Фредди делает? Фредди тоже голодный. Полученного кулинарии. Ну, хорошо. Ладно, давайте эту мадемуазельку оставим. Так, подать ужин. Приготовь. А ты давай у нас знаешь, что яичницу с беконом. Причем для вечеринки. И, честно вам сказать... О, не-не-не-не, не ты. Фредди пусть приготовит тоже. Я бы сейчас еще что добавила. Ребята правильно писали. У нас хоть и дом такой жуткий, но его, наверное, видимо, не очень хорошо видно из... Ну, как видите, у нас темновато. Поэтому я бы сейчас добавила по маленькой точечной лампочке, чтобы просто хоть какой-то свет был. Так, что у нас есть? Я знаю, что, конечно, они могут в общий антураж не особо вписываться. Давайте, раз. Чтобы не совсем было уныло так. 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 Сюда. Сюда можем добавить. Ну, над лестницей я бы не добавляла. Пусть будет темно. И вот здесь давайте. Я даже, кстати, не знаю. Нам нужно будет для нашей парочки завести девушку. А может, они устроят сами какой-то переполох. И найдут одну себе барышню для тех самых. Мне кто-то, кстати, писал. Типа, из ребят пусть они влюбятся в одну барышню. И будут сражаться за нее. И знаете, мне кажется, что это хорошая идея. Так, иди сделай макарошки. Так. Ну что, гореть будешь? По-моему, он не особо хочет гореть. Да ладно, ребят. Дурацкий кастер. О, этот самый камин. Теперь я вижу, что Джейсон хочет спать. Но Джейсона надо было сделать каким-нибудь ночным товарищем. Так. Это что ты приготовил? Кто приготовил сосиски с фасолью? Ага. Вы их приготовили? Понятно. Один приготовил сосиски, другой макароны с сыром. Хорошо. Тебе скучно. У тебя досуг упал. Ну, иди, наверное, поучись играть на пианино. Так. Ну. Неужели тут камин не будет, это самое, гореть? Первый раз такое вижу. Джейсон у нас вообще какой-то музыкант. Мне кажется, что нам нужно из этих двух братьев Фредди сделать злым, а Джейсона более таким ранимым, может, что ли. Пусть он будет более таким, ну, не неженкой. Ну, вы сами понимаете. Мы же не можем сделать двух братьев злыми. Так, иди-ка сначала в туалет. Бодрость. Бодрость. У тебя спать хочется тоже. Может, ты иди что-нибудь почитай, Фредди. Что-нибудь... Купить книги, кстати. А что-нибудь есть у нас про убийц, про маньяков? Так. Что у нас тут есть интересное? Для детей, фэнтези... Фантастика. Мистика. Что у нас из мистики? Игры мочевого пузыря. Интересно. Про пажи, про помады с вишневым вкусом. Шпион. Понятно. А что у нас тут по навыкам? Видеоигры, выпечка, здоровый образ жизни, игра на гитаре. Так. Игра на скрипке. Изысканная кухня, комедия. Кулинария, логика. Механика. Обаяние. Пакости. Давайте, может, пакости. Пусть он... Раз у нас тут нет каких-нибудь там убийств и так далее. Ракетостроение, рыбалка, судоводство, траволечение. Что это за запах? Ну, давайте пакости. Пусть он у нас этим будет промышлять. Так, покупаем раз, два, три. Три тома, да? Отлично. Собираем. Ты не хочешь почитать эти книжки? Я же тебе их для этого самого, не для красоты, купила. Так, том третий, значит, это, наверное, том второй класс. Иди читай. Давайте послушаем, как Джейсон играет. Интересно, ему с мачете удобно играть? Джейсон играет на пианино. Ну, он у нас пусть действительно будет таким романтичным парень. Слушайте, а камин гореть точно не собирается, да? Странно. А ты умереть не хочешь вдруг вот так вот взять и умереть? Я так понимаю, что нет. Ну, ладно, пусть тогда умрет голодной смертью. Если она не хочет просто так умирать. Слушайте, а может нам с вами сейчас взять... Давайте больше каминов поставим. В натуре. Я думаю, что мы с вами сейчас возьмем... Гриль, может, какой-нибудь, нет? Гриль мы не будем брать. Хорошо. Зайдем-ка мы сюда. Какие-нибудь... Может, тут есть такие совсем дешевые, поганенькие? Обстановка, обстановка. Давайте, может, еще вот такой какой-нибудь зажжем. Хорошо. И вот тоже, допустим, иди сюда. Нет, тебе сюда идти не нужно. Зажги. Зажги, потом иди спать. Все, хватит играть. Может, двух необходимо? А, тебе нужно в туалет. Иди в туалет. А мы этот ковер пока что, знаете, вот сюда разместим. Так, мы это убираем не ковер, а этот самый камин. Так, ставим. Ну, хотя бы так. Вы можете зажечься? Она у нас просто себе ходит. Ладно. У нее, видимо, с собой какой-то планшет был. Так, сходи, пожалуйста. Ты не хочешь в туалет сходить? Сходи в туалет, а потом иди спать. Я надеюсь, что ты сможешь спать на этой кровати. Потому что, я помню, мы ее какую-то очень узко сделали. Скелет. Включить. Ты не можешь, да, спать? Ага, а что нам мешает? Давайте посмотрим. Либо сундук. Хотя вряд ли сундук. Давайте будем проверять. Куда Джейсон делся? А-а-а. Все-таки здесь нельзя пройти. Хорошо, сейчас наладим. Будете смеяться, но нам просто мешала крыша. Так. Я так понимаю, что наша мадмуазелька вообще не собирается умирать. Тихо. В принципе, можно было, конечно, котельную сделать и там у них в подвале. Но в подвале хочется сделать... Смотрите, какой спящий персонаж, какой он миленький. Так, ну что, ты почитал? Иди-ка ты наверх. Иди наверх и спи со своим братом. Спи со своим братом. А куда ты делся? Слушайте, а чего его только что... Ты пышнул это? Ну понятно, что не хочешь с ним спать. Ладно, иди в детскую. Пока будешь... Ты про нас там? Ты нас зовешь, что ли, красавица? Прости, но тебе придется здесь умереть. Господи, какие мы с вами жестокие. Главное, горит оба камина. И все равно они не хотят сгорать. Странности какие. Либо надо какую-нибудь плиту здесь ставить. Но обычно, насколько я помню, надо обязательно заставлять всякими вещами. И обычно все сразу же загорается. Странности, по-моему, какие-то. Знаете, я бы сюда еще добавила... Раз у нас камин как-то так вот тухло работает. Давайте еще, во-первых, добавим. Я просто хочу в этой серии, наконец-то, чтобы у нас получилось самовозгорание у наших вещей. Ну, мы же не зря с вами сейчас занимаемся вот этими всякими наслаиваниями. Давайте еще какой-нибудь коврик. Какой у нас тут есть коврик, который не жалко? Вот этот, нет, этот нам не подойдет. Давайте вот такой вот прям подстелим под ковер. Ой, под ковер, под камин. Знаете, что можно взять? Я бы разместила... Давайте вспоминать, что у нас тут есть. У нас должны быть костры. Кострища. Кстати, а где они должны быть? Давайте вспомним. Тут у нас кострич нет. Они у нас добавлялись, по-моему, с набором. Селимся вместе в поход. Что у нас есть для похода? Давайте откроем все предметы. Так, в поход. Ту-ту-тун-тун-тун. О, кострище. Смотрите, у нас есть вот такое кострище. Вот такой костерок. Вот мы сейчас попробуем этот костерок зажечь и поставим возле нее. В принципе, я на всех форумах читала на различных. То есть, если вы хотите, чтобы ваш персонаж... Почему ты не спишь? Слушайте, а... Почему Фредди не спит? Ты же вроде должен был спать. Жесть, дальше спи. А, ты, наверное, из-за паука не смог спать. Ладно. Слушайте, а заметьте, у Фредди... У Джейсона есть вот такая кожа, а у Фредди ее нет. Ладно, будем ждать. Не в этом суть. Так вот, на разных форумах писали, что смерть тут в любом случае может наступить от... Каминов. От огня. То есть, тут симы могут сгорать. Да мы с вами устраивали уже пожары. Ну, видимо... Для того, чтобы устраивать пожар... Кто нам звонит? Что, наша подруга нам звонит? Вступить в клуб в весельчки? Нет, мне это сейчас неинтересно. Фредди, интересно, чтобы эта бабена сожглась. Если бабена сейчас сгорит, то, в принципе, можно было бы, знаете, действительно переоборудовать котельню под этим самым, под домом. Потому что как-то мне эта идея больше даже нравится, чем вот такой отдельный домик. Так, Джейсон, ты проснулся? Рассказать историю, разжечь. Собраться у костра. Давай-ка ты у нас сейчас разожжешь костерок. Ты еще спишь. Заметьте, у нас уже пошли... Ну, почти первые сутки пошли. Но все равно как-то... К нам какая-то барышня пришла. Так, костерок готов. А что мы можем с ним делать? Так, тихо. Ой, ребят, к нам гости пришли. А у нас тут человек. Так, потушить, играть, собраться, рассказать, поджарить. Слушайте, а может к нам не надо приходить здороваться? Мы тут как бы делом заняты. У нас тут жертва, которая должна сгореть. Так, ну что? Ты горишь? Гори. То есть у нас уже весь... Что такое? Ты что-то какая-то грязная. Так, все пришли с нами здороваться. Ну, хорошо, давайте со всеми пообщаемся. Пригласить соседей войти, поприветствовать нового соседа. Давайте поприветствуем. Слушайте, все потух, что ли? Да ладно. Почему ты не горишь вечно? Собрать его костра, играть, поджарить. Понятно. Добавить полено. Ну, добавь полено, дура. Ну, понятно. То есть у нас только эти самые тут... Камины вечно горят. Что, Фредди? Фредди у нас еще не проснулся? Фредди проснулся. Видимо, его разбудили наши новые соседи. Ладно. Так. Иди-ка покушай. Иди, наверное, топтани своих... Возьми порцию. Интересно, кем бы у нас стали... Нам пора. Хорошо, отваливайте. Кем бы они у нас стали, интересно. Мне просто кажется, что Джейсон действительно должен быть... Она спит. Она спит, ребята. Сейчас, вы знаете, в идеале должна зажечься какая-нибудь... Какое-нибудь там полотенце или еще что-то. И они могли бы полностью... Она могла бы сгореть. Ну, не хочет, не надо. Так. Что тебе нужно, Фредди? Использовать? Ну, используй. Ладно. Так, можем сесть тут пообщаться. Фредди злой персонаж. Злые персонажи радуются несчастью других. Ты умереть не хочешь, чтобы Фредди порадовался? Да, сука. Ну, хорошо. Иди дальше свои книжки читай. Так. Том 2. А где том 1? Куда ты его уже делал? Открыть. А, ты его здесь разместил, да? Или нет? Ладненько. Я понимаю, что вы тут у нас решили книжки поразбрасывать. Вот он у нас. Давай дальше читай. Чем ты там занят? Я хочу эту серию сделать, ребят. Просто такой обзорный. В следующей серии я действительно... Нашла бы им барышню. Что тут можно приготовить кофе? Слушай, а... Кстати, давайте, знаете, что попробуем? Я поставил довольно интересный мод. Давайте посмотрим, работает он или нет. Рассказать, показать пародию. Злые действия. Так. А давайте посмотрим, есть ли тут возможность... О! Пошелить шокером. Так. Интересно, этот мод сработает или нет. Не сработал, ребята. Я поставила довольно интересный мод, который теоретически должен был убить эту барышню. То есть, допустим, вы когда шелите шокером... Пошелить шокером. То вы можете так убить перса. Так, ну... Врага народа. Выполнить чего? Десять чего? Я уже враг народа? Злые действия. Давайте... Нет, оскорблять не хочу. Пакостин. Давай еще раз. Десять злых действий или пакостные действия? Я так понимаю, что мы можем тут Джейсону... Ей понравилось, походу? Мне правда пора. Да хорошо, отваливай. Мне вот непонятно, почему она не хочет сгореть. Потому что это было бы, по-моему, как минимум логично. Тем более, что у нас там замкнутое пространство. Ну ладно, не хочешь, не надо. Так, Джейсон, чем бы нам сегодня с тобой заняться? Может, пусть Джейсон выйдет пока на улицу, на природу. Посмотрим, что у нас тут, кто окружает. По-моему, в этом сохранении у нас особо никого из наших жителей нет. Поэтому я думаю, что мы сейчас с вами можем сходить куда-то, допустим, в парк. Познакомиться с соседями, чтобы мы знали, кого убивать. Ну, давайте сходим в эту цветущую магнолию. Не, я не хочу никого брать из наших друзей. Отправимся одни. Мы прибыли, дорогие друзья. Так, ну что, тут кто-нибудь есть? Детишки, друзья мои. Детишки. Привет, детишка. Так, давайте смешно представимся. Господи, какие вы все упороты. Ты меня не боишься? Ладно, ты меня не боишься. Хорошо, давайте посмотрим, кто у нас тут еще есть. Я хочу посмотреть пока, какие у нас тут есть барышни. Слушайте, заметьте, у нас все тут одинаковые. Давайте со всем представимся. И если, конечно, барышни тут все будут не айс, то мы лучше найдем кого-нибудь. Ну, либо я создам какую-нибудь, мадмуазель. О, недолюбливает детей. Такие персонажи не желают становиться родителями. Им нравится ругать молодое поколение. Ага. Отлично, ребятки. Давайте пойдем кого-нибудь, вот этого мелкого поругаем. Так, а ну, стой. Ругать. Как обозвать его? Так, ты к нам идешь, да? Предложить посмотреть на облака. Девица унылыми идеями, давайте мы испортим настроение. Поругаем давайте мелкого. Сказать, что твоя мама лама. Ага, мы стали совсем сердитыми. Чудненько. Давайте еще поругаем. Насмехаться над одеждой. Слушайте, мы почти с вами выполнили часть наших... Глумиться можно. Фома Гордеев. Куда ты собрался? Подожди, Фомочка. Я тебя еще не отругала. Слушайте, выполнили ли... Да, выполнили. Десять злых действий. Ну, поругайся давай мне тут, поругайся. Чего ты на меня так смотришь? По-моему, у нас какой-то странный ребенок попался. Я же Джейсон. Смотрите, какой ребенок. Мы его выбесили просто. Его, наверное, не пугает, что у Джейсона мачете. Все, ты мне уже надоел, детеныш. Так, идем дальше. Джейсон у нас злой. И очень бы не... А ну-ка, мы можем с ребенком пошелить шокером, интересно? Не, он свалил. Слушай, а если я с тобой... Громкую сцену? А ну, давайте. Ну, как интересно. Выплеснуть напиток в лицо. А если мы с тобой сейчас шокером... Пошалим? Тоже не умрешь? Почему ты не хочешь умереть? О, нам нужно в туалет. Ну, ладно, сходи. Заметьте, как сложно Джейсону сходиться со всеми. Ага, попробуйте принять холодный душ или успокоиться у зеркала. Так. А ну, давай, иди успокойся. Тебе надо вести себя, естественно, если ты не хочешь, чтобы нас тут посадили. Попробовать успокоиться. А то ты сейчас пойдешь, перерубишь все... Все население. А мы ж тут два брата, которые только переехали. Мы должны сначала... Ну, в смысле, Джейсон и Фредди. Должны влиться в доверие к людям. Я думаю, что мы сейчас с вами отправимся домой и посмотрим, как там наша барышня. В парке что-то никого интересного. Мы успели только поругаться со всеми и испортить себе им настроение. Вернулись. Вернулись. Слушайте, она пропала. Свалила, что ли? Да ладно, свалила, блин. Как так можно, ну? Хорошо. Хорошо, если она свалила, то мне кажется, что нам нужно будет... А что это такое? Что это? Что за кусочек чего? Изысканный фруктовый торт. Ну, возьми, хорошо, положи в багаж. Давай мы сейчас... Сложим его, допустим, попробуем, если качество у него нормальное. Так. Возьми кусочек. Скушай. Слушайте, Фредди у нас до сих пор в трусах ходит. Так. И давай ты перемести в мир. Пусть Фредди попробует. Может, ему понравится. Слушайте, откуда у нас столько тут этих самых? Каких самых тортиков? Так. Хорошо, Фредди. Ты у нас... Давай дадим покушать еще нашему братцу. Заметьте, у нас, по-моему, продукты очень быстро портятся в нашем этом старинном холодильнике. Печальчика. Жалко, что у нас тут дискомфорт. Вот, видите, из-за того, что наша бабена не смогла умереть, у нас все тут расстроены. Так, а давайте-ка, пока они у нас тут занимаются своими делами. Так, кстати, надо выбрать им работу. Надо выбрать им работу. Кем у нас будет работать Джейсон? Джейсон, Джейсон, Джейсон. Я бы что-то им такое необычное выбрала. Конечно, похоже на то, кем они бы могли бы быть. Ну, понятное дело. Купить магазин, найти работу. Представляете, если бы Джейсон купил магазин... А почему бы нам... Слушайте, а что значит купить магазин? А ну-ка, может, нам реально купить магазин? Купить магазин. А ну-ка. Что это у нас будет такое? Покупка торговля. Да нет, давайте пока не будем ничего покупать. Не укрысь, а куда она скинула? А в принципе... В принципе... Можно было бы, конечно, купить участок, но я думаю, что лучше пока они у нас ничем торговать не будут, а просто найдут себе обычную работу. Сфотографироваться. Сфотографировать. Так, найди работу. Так, кем бы у нас мог быть Джейсон? Джейсон космонавт. Ха-ха-ха. Политик. Тайный агент. Слушайте, а давайте тайным агентом. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Детективы 20. А у кого тут самая высокая зарплата? Исполнитель 23. 26. 15. 25. Писатель. Преступник. Тайный агент 17. 31. Технический специалист. Мойщик палитры. Слушайте, а может быть нам его сделать писателем? Пусть он будет у нас писателем. Джейсон Вурхис. Писатель. А Фредди... Почему у тебя дискомфорт? Что ты хочешь? Спать хочешь? Ну ничего, сейчас я тебя отправлю. Спать не переживай. А кем бы нам с вами сделать Фредди? Если Джейсон у нас... Давайте Фредди будет космонавт. Фредди Крюгер космонавт. По-моему, это очень даже угарно. 26. Ну вот, мне кажется, что будет очень неплохо они будут зарабатывать. Стажер, его место работы. Так, когда кому на работу нужно будет? Смотрите. Значит, завтра нужно будет и Фредди. А вот Джейсону, получается, завтра не нужно на работу. Чудесно. Хорошо, идите, наверное, пока спать, ребята. Я думаю, что если мы... Если ребятки захотят и мы продолжим за эту парочку играть, то мы, конечно же, здесь я уже буду... А, вы же не можете вместе спать, точно. Понятное дело. Так вот, если вы захотите, чтобы мы продолжили за эту парочку играть, то, во-первых, мы тут будем завозить отношения различные, устраивать всякие пакости, подлости. Ну и вообще, в принципе, много чего интересного будет. Пока что это у нас просто пробный такой, скажем, запуск. Так, и я думаю, что сейчас я сделаю здесь все-таки котельню. То есть тут у нас будет, скажем так, какая-то их магическая комната, в которой они будут всякие промышлять злодеяния. А убивать все-таки мы будем не на улице, а пусть действительно будет котельня, поэтому я ее прямо сейчас сделаю и покажу вам. Музыка. 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 И я предлагаю нам сейчас с вами спуститься на этаж ниже, и я вам покажу набросок маленькой такой, ну, надеюсь, что продуктивной котельной. Значит, ребятухи, вход у нас получается справа. Заходишь и смотрим. Здесь я поставила сразу три камина. Я надеюсь, что трех уже будет достаточно. Положила пока что немного ковров, потому что, ну, вы сами знаете, персонаж должен успеть зажечь и свалить отсюда как можно быстрее. Поставила здесь один диван. Пока что, чтобы можно было с персом жертвой здесь посидеть. Повесила разную одежду, всякие вот эти фонарики поставила. И, конечно же, чтобы подчеркнуть котельность этой комнаты, я добавила парочку таких вот труб. Ну, в общем, всякого необходимого стаффа. На стены я повесила парочку шторб, чтобы, опять-таки, они могли помочь возгоранию. Ну, надеюсь, что в следующей серии мы уже с вами сможем какого-нибудь спалить, кого-нибудь убить, потому что, честно говоря, было бы очень интересно посмотреть. Не зря же мы с вами... Слушайте, что он встал? Ложись спать. Я тебя не поднимала. Или тебе на работу нужно? А, так тебе... Подождите, Фредди два дня. И Джейсона два дня. Как интересно. Странно. Странности какие-то. Ну, ладно. Два дня так, два дня. Я думаю, что мы сейчас с вами перейдем на паузу. И я вам кратенько расскажу, какие у нас будут, в принципе, планы. Вы же сами знаете, Симса игра непредсказуемая, поэтому заранее ничего спланировать нельзя. Сегодня у нас был полу-такой вот маленький мини-обзор наших двух братьев-убийц, которые поселились в страшном доме, связанном с Хэллоуином. Фредди, который пытается всех сжечь, но у него как-то не очень получилось в этом маленьком стрёмном зданице. И поэтому мы решили перенести котельню ниже на этаж. Вот здесь у нас будет маленькая котельня. Джейсон у нас решил стать писателем, и мне кажется, что из двух братьев он у нас будет более добрым. И в новых сериях я планирую, ну, во-первых, они будут заниматься своей жизнью, работой, и мы создадим, наверное, с вами барышню. Я думаю, что она будет полная противоположность нашим убийцам. И постараемся влюбить их двоих в неё, и посмотрим, кто будет за неё сражаться, кого же выберет она. Ну, это, опять-таки, это пока в планах, я особо спойлерить не хочу. Может быть, мы что-то поменяем. Не знаю. Посмотрим. Я надеюсь, что вам было интересно. Вы не забудете поставить лайк этому ролику, если обязательно хотите прохождение, ну, продолжение истории двух убийц. Если нет, то просто закроем этот проект. В общем, всё зависит от вас, ребятушки. Я надеюсь, что вам понравилось. Желаю вам всем хорошего настроения, удачного дня. До новых встреч и новых роликов. Пока-пока, друзья!